всем привет дорогие друзья находимся мы с вами на восьмом этапе трассы таврида настолько стремительно события развиваются что не успеваешь вот ролики снимать сейчас мы находимся с вами на путепроводе через железную дорогу и видим здесь вот идет монтаж ортотропных плит на пролетные строения удлиняют чтобы дальше производить надвижку вот здесь устойная опора видим мы заштукатуривает раковины которые образованы были в момент демонтажа опалубки вот подштукатуривает приводит в красивый вид видим мы кран который вот недавно совсем перегнали с одного места на другое для монтажа вот этих пролетных строений на стапель и он уже в работе быстро все как делается здесь вот посмотрите поддерживает двумя крюками плиту ортотропную закрепят ее и затем уже кран освободят дальше монтировать вот это пролетное строение именно вот над железной дорогой была произведена надвижка над железной дорогой ну и сейчас стапель освободился сейчас вот опять монтируют дальше пролеты металлоконструкции все лежат вот сбоку с левой стороны вот сейчас мы их увидим видите и тут же их укрупняют вот при помощи этого крана 300 тонного тут же их укрупняют ставят на стапель и затем уже вот по бокам слева и справа как вы видите вот эти ортотропные плиты и монтируют вот на один момент мы и попали но в принципе его уже установили видно что уже практически закрепили потому что на двух крюках висит плита ну а с левой стороны вот видим мы старую дорогу как раз насыпи эту и ликвидируют там вот работает экскаватор так что работа идет довольно таки быстро вот самый динамичный участок на мой взгляд сейчас вот именно вот здесь из всех искусственных сооружений но еще есть участки над рекой черная над улице нефтяной ну соответственно ялтинское кольцо это отдельная песня вот так сейчас здесь все выглядит вот на момент после надвижки как раз вот с правой стороны блок центральный его еще не было уже вот его поставили ну не думаю что его закрепили просто наверно установили пока вы выставили его в уровень хотя может быть уже и начали и вот продолжает монтаж а здесь параллельным курсом демонтирует старый путепровод здесь на данный момент операция идет по демонтажу по разлому промежуточных опор как мы видим одна опора вот осталась целая одну уже полностью завалили вторая вот колонны еще немножко видны из земли и рядом вот видно что ригель валяется еще не разбили в муку все превращают затем мух от котлет отделяют металл от бетона отбитого но и вывозит хорошо на подсыпку идет где грязно вот на стройплощадках будут битый бетон но арматура соответственно на металлолом идет остались здесь вот пролеты именно над железной дорогой согласовывать с кжд надо и затем вот штробы прорезают здесь между пролетными балками и затем уже я думаю железнодорожным краном будут их снимать чуть дальше там вот над дорогой это вот старая дорога на инкерман но она не старая вернее сейчас ее закрыли просто здесь вот пробивают штробы как вы видите над пролетными балками и затем вырезают арматуру ну и можно будет демонтировать кран там поставить прям вот на дороге тем более она закрыта это сейчас зона строительства и снимать часть устойной опоры под две полосы движения вот готова куда собственно говоря и будет производиться надвижка ну а вторую часть этой опоры продлят и сделают когда вот уже начнут строить вторую часть этого путепровода еще на две полосы здесь будет две полосы вот которые сейчас монтируют это из симферополя в сторону севастополя ну а с правой стороны вот на данный момент соответственно будут из севастополя в симферополь вот и видим мы сейчас пролетим на зенька на зенька и посмотрим как здесь все сейчас выглядит вот кран спк стоит для местных нужд для поднятия небольших грузов ну и соответственно вот здесь сейчас идет монтаж ортотропных плит на пролетных строениях чуть дальше там вот с левой стороны мы видим с вами здесь вот монтируют укрупняют блоки вот центральный блок сейчас укрупняет сварщики там занимается и затем его отставят а к нему уже непосредственно вот эти плиты прикрепляют вот мы сейчас с вами видим подах низкорамник подвез очередной очередную вот готовую уже плиту ждет пока кран освободится и затем процесс будет повторяться ну я имею ввиду будут монтировать вот так все на месте здесь делают готовят готовят к очередной надвижке вот этот пролет над железной дорогой многие спрашивают у меня несколько раз писали в комментариях и спрашивают почему раньше был железобетонный путепровод а сейчас из металла ну во первых очень большие пролеты над железной дорогой это опоры до опоры и вот поэтому металл применяется не успеваешь здесь вот действительно очень быстро работают день и ночь ну даже сказать нечего вот сейчас мы видим как здесь все выглядит настрой площадки конечно сидеть здесь сутками смотрят как монтируют это вот слишком долго и процесс медленный но относительно медленный относительно съемок поэтому факт фиксируем с вами сколько сделано ну если повезет вот можно будет процесс немножко показать как это все монтируется на крымском мосту когда я устроил я вам показывал там и на движке как происходит так что кто у меня давнишний зритель все это вот видели как это все происходит ну а мы с вами еще разочек здесь вот сделаем вираж посмотрите так что у меня есть уже ближе к концу ноября все зеленое температура воздуха на момент съемок где-то 8-9 градусов немножко так потеплело относительно утра утром было там 3-4 градуса ну и пасмурно солнца нет вот поэтому такая вот картинка все таких вот серых тонах вот на данный момент мы видим вот эту ортотропную плиту и и вы как раз укрупняют секция с крана зеленая вот одна ну и пошла дорога в сторону в сторону Севаста Симферополя там дальше у нас мост через реку черная вот тоже строит и дальше еще путепровод через улицу нефтяная вот такой здесь сегодня на этом отрезке строительства восьмого этапа вид работ происходит укрупняют и наращивают пролеты для очередной надвижки над железной дорогой чуть-чуть повыше поднимемся и посмотрим так сказать общую картину происходящего как и что здесь выглядит ну и второй момент мне хотелось вам показать вот здесь перепустили движение то есть один небольшой участок пустили уже по вновь построенной дороге и мы сейчас это с вами покажем буквально прямо вот за полчаса до того как я вот сейчас еду в ту сторону еще проезжал в сторону Симферополя по старому участку дороги вот развернулся поснимал немножко развернулся и уже вы и проезжая обратно видите вот закрасили часть полосы битумом замазали и уже возвращаясь обратно дорогу уже вот у сейчас будет уходить вправо по старому варианту мы ехали по левой стороне а по новому вот мы сейчас будем чуть дальше уходить поправу здесь в этой части работает горный комбайн там подпорную стену укрепляют и строят подпорную стену анкерят ее здесь вот тоже довольно таки интенсивные работы идут ну и вот сейчас чуть еще проедем вот видите в старом варианте мы поехали бы с вами прямо но сейчас мы вот уходим правую сторону это буквально вот произошло с момента вот выхода ролика ну часа полтора и мы уже двигаемся с вами по новой дороге это уже вот вновь построенная дорога можно сказать одни из первых мы с вами здесь прокатимся машин достаточно немного и вот обратите внимание старая дорогу вот за этими холмами проходит там здесь вот строить снова и вот им можно уже представить как будет происходить движение по новых водах хоть и небольшой кусочек еще но все же здесь вот дороги сходятся видимо вот стоит поливал к с водой и вот работает фреза сдирают асфальт там уже вот тоже сейчас будут приступать к дороге видите все сразу одновременно делают ну здесь я немножко отстал чтобы камаз ушел в сторону чтобы вида не загораживал вот где блоки фбс и стоят с левой стороны вот там движение было и сейчас вот движение перепустили на эту сторону так что это вот совсем совсем свежие совсем совсем новые новости вот обратите внимание с правой стороны уже вот барьерное ограждение установлено ну конечно все еще временно здесь вот уже бордюр там уже вода отлива уходит вниз лотки вот кусочек дороги как здесь все будет происходить ну когда все построить я думаю что еще один слой асфальта уложит ну а так в принципе уже ничего и не поменяется а там уже прям моментально только перепустили движение приступили к работе и выезжаем мы с вами дорогие друзья сразу же прям а вот на объездную дорогу в сторону сахарной головки и обратите внимание прям тут же умудрились треногу воткнуть на скорость вот она стоит видите вот она у меня такое впечатление уже севастополе самая большая концентрация вот этих треног где надо и нигде не надо их натыкали вот здесь какое превышение скорости интересно может быть но жираф большой ему видней вот такие новости на сегодняшний день буквально все меняется на глазах хотел я вам показать и вот мы двигаемся с вами уже вот по объезду именно всех коммуникаций потому что там закрыли дорогу полностью через штурмовое через сахарную уголовку двигаемся где-то по старым дорогам где-то новые дорогу сделали для объезда но в принципе в общем и целом нормальное здесь движение бывает иногда заторы но не более того на этом все не забывайте подписываться на канал спасибо за поддержку канала ездить приходится очень много и до новых встреч в новых роликах спасибо за просмотр